Велосипед Юрий Иванов трудится последние лет 8. Годы, проведенные в институте, входят в стаж. На самом же деле, можно сказать, Юра в структуре МЧС с рождения. Отец работал в пожарной охране, так же, как и его отец. Мой дед, получается, и мой прадед. В 1941 году ушел на войну, в 1943 погиб под Украиной. Дед работал в пожарной охране, в последующем работал в госпошнодзоре на ПМИ-2. Отец начинал свою службу во второй пожарной части, где сейчас я работаю. Попробуйте стать кем-то еще, если и прадед, и дед, и отец все пожарны. Юра о выборе иной профессии мысль даже не приходила. Даже сказки в детстве те читались через оптику огнеборства. Помнит, как дедушка в детстве рассказывал ему кошкин дом, обстоятельно объясняя внуку, почему произошло несчастье. Помнит это ощущение, когда ждали с мамой со смены отца, и каждое его возвращение было не просто свершившимся фактом, а всякий раз счастье, живой. В первый раз Юрий попал на пожар в младшей школе, когда ему было 9, и этот первый ему запомнился на всю жизнь. Мы с ним ехали со школы, он тогда был дежурил, был оперативно дежурным в районе. И прозвучал звонок о том, что необходимо прибыть по такому-то адресу, так как там происходит возгорание квартиры. Мы приехали из 10 этажа, варил черный густой дым. Женщина звала помощь на помощь. Подъехала машина с лестницей. Отец поднялся на 10 этаж по авторестнице. И, в общем-то, снял эту женщину и сопроводил ее до самого низа. В этом году Государственному пожарному надзору исполнилось 90 лет. Юрий среди тех, кого поздравляют с профессиональным праздником, вручают награду за работу. Государственный пожарный надзор Пермского края – это 17 территориальных отделов и 4 самостоятельных отделения надзорной деятельности и профилактической работы, где служат 183 специалиста. Первостепенная задача сотрудников пожнадзора – исключить саму вероятность возникновения пожара. Нельзя ли посчитать, сколько предотвратил бед и горе пожарный надзор? Я считаю, что это посчитать нельзя. И только человек, который что-то осмыслит в пожарном деле, тот, который знает, что такое огонь и какие беды он приносит, он может, ну так, предположительно, гипотетически сказать, что же все-таки будет, если не будет пожарного надзора. А будет хаос, будет беда. Известно, что первые органы пожарного надзора организованы в 15 веке. 17 апреля 18 года Владимир Ленин подписывает декрет об организации государственных мер с огнем. К концу 1927 года в стране сложилась единая система пожарной профилактики. Сегодня профилактика – это не только проверки, но и работа с подрастающим поколением, начиная с детского сада. Детям дают профессиональную ориентацию, поддерживается пожарно-прикладной юношеский спорт. Дети становятся призерами чемпионата мира по пожарно-прикладному спорту. А это значит, вырастают ответственными людьми. И все это благодаря таким людям, как Юрий – честным, бескорыстным и самоотверженным. Полина Рифа, Владислав Рашидов, телекомпания «Ветта».